Вы вспомнили Паиси Святогорца, я недавно встретил такую фразу, которую приписывает Паиси Святогорцу, что в рай нужно идти, я перефразирую, в рай нужно идти с чистой душой, тело в рай, грубо говоря, не пройдет. То есть не надо заботиться так сильно о теле. Вот другой момент, аспект спортивной жизни. Часто, особенно молодые люди, девушки, спорт уделяют очень много времени. Они занимаются самолюбованием, они заботятся о рельефе своего тела и так далее. Вот с одной стороны, в здоровом теле здоровый дух, который позволяет быть на каком-то подъеме и быть выносливым, даже позволить на службах стоять, потому что тяжело просто стоять. Я бы сказал, на военной службе быть. Или на военной службе. Вот к этому как правильно относиться с духовной точки зрения, когда идет откровенно действительно как-то самолюбование? Ну, в общем, с духовной точки зрения достаточно все ясно. Есть здравая мера. Рассуждение о здравой мере. Юноша, который готовится быть призван в армию и хочет стать бойцом спецназа, у него одна мера. Девушка, которая, скажем, занимается танцами, к примеру, как в качестве своего времяпрепровождения, немножко другая мера. Пенсионер такой, как я, у меня третья мера. Ну, и вот у каждого своя должна быть здесь. И в тот момент, когда эта мера явно переходит за грань греха, когда это становится самолюбованием, когда это становится рекламой, когда это становится... Ну, есть такое слово очень неприятное. В данном случае я его употребляю не в прямом смысле, как у Найвана, чтобы принято. Это слово проституция. Проституция, выставление себя, вот что такое проститу... Простито по латыни. И проституция в сексуальном смысле, она несколько уже, чем проституция в смысле общей таком эмоциональном или социальном, когда люди начинают вламываться, выдерющиваться, прошу прощения, в разных видах деятельности, в том числе и в собственном, так сказать, телесном. Это, конечно, очень некрасиво, и грешно, и греховно, и православные верующие должны понимать, что делать этого не надо, что это вредно и для себя, и для общества, и в соответствующем образом ограничивать свое, регулировать свое поведение. То есть нужно уметь, даже занимаясь в спортзале, таская железо, бегая, в какой-то степени понимать, для чего это происходит. Кто таскает железо, кто там еще, ты понимаешь, загорает на всяких каких-то делах.